Тем временем судебное решение, вынесенное накануне двум жителям Нюрбы за стрельбу по электроизоляторам ЛЭП, юристы назвали прецедентом в судебной практике, а энергетики региона впервые добились материального возмещения. Напомним, в сентябре из-за пьяной выходки двух местных предпринимателей почти 70 тысяч жителей Западной Якутии сутки оставались без света. Почему помимо условного срока мировой судья запретил употреблять подсудимым спиртное на два года и что теперь может грозить подобным хулиганам, расскажут наши корреспонденты. 15 выстрелов по стеклянным электроизоляторам 29 сентября, из-за чего жители пяти улусов оказались без света, теперь дорого обойдется виновникам. Еще до суда с них было взыскано 650 тысяч рублей, конфискованы внедорожники на 4 миллиона, сейчас в судопроизводстве требования на возмещение еще на 700 тысяч рублей. Но чтобы найти хулиганов и доказать их вину, следователям понадобилось провести более 100 следственных мероприятий. Видимо, действительно подобные частые выходки некоторых граждан, особенно в сезон охоты, надоели не только рядовым гражданам. В 2009-2011 году были расстрелы изоляторов, но не до такой степени, чем ущерб был. Там были отдельные случаи. И остались эти люди, как бы сказать, не выявлены. Помимо того, что энергетикам впервые удалось взыскать с виновников материальное возмещение ущерба, хотя пока и не полностью, мировой судья вместе с условным лишением свободы с испытательным сроком на два года запретил еще и употреблять спиртное на это время. В случае нарушения запрета на употребление алкоголя условный срок может быть заменен на реальный. В случае установления нарушений требований суда, уголовная исполнительная инспекция с ходатайством выходит в суд об отмене условного осуждения и назначении наказания в виде лишения свободы. Подсудимые вину признали, с решением суда согласны и обжаловать не намерены. Мой подзащитник и мы согласны с данным приговором. А мы не согласны в плане искового заявления, в том, что исковые заявления с нарушениями. Как бы то ни было, якутский судья своим креативным решением привлек внимание к пьяной преступности. И этому прецеденту, как оценивают некоторые эксперты, вполне могут последовать коллеги по всей стране. Роман Савинов, Туяра Филипова, НВК Саха, Нюрба, Якутск.